Друзья, значит, мы тут осматриваем окрестности, ну и холодно. Знаете как, лето, мерзнем. И я одел, вот мне тут из МБУ подарили вот такую курточку и говорят, это, говорит, у тебя размер large, медиум. Вот гости говорят, это у тебя медиум. Я говорю, это не медиум, это русский extra large. Просто я вот так вот. Я никогда не учился в МГУ. Нет, меня не продувают. Но мы пришли, это почти университетский, так сказать, объект, хотя это университет. Мы на территории университета Санта-Круз, UC Санта-Круз. И здесь находится вот скелетище кашалотовый. И Света, это культурный объект, а ты о куртках. Ну что ты ей-богу. Замерзла она. Вот ребенок, посмотри на ребенка из Техаса приехала. Вот. Вот смотри, девочка на кашалотах. В Техасе таких нет. Реальные кости. Вот металл, чистый металл. Ну да, я думаю, что их покрасили. Покрасили. Ну конечно откуда. Вот там настоящие, те некрашенные. Вот там впереди какой-то маленький. Там какой-то маленький кашалотик есть. А это вот от плавничков. Вот так. Это от плавничков, да? Ну да, конечно. Вот так вот у него плавнички не начали. Ой, один упал кость. А, да. Один кость упал, второй кость упал. Тут разбросаны какие-то от позвоночника какие-то хрящики. А вы видите разбросанные запчасти от всяких китов, кашалотов, косаток. Тут такое место, знаете, что их есть. Их есть. Вот у нас Лариса. Жила-жила пять лет в Калифорнии. И на этом ее жизнь оборвалась. То, что дальше... Рассказывай, что дальше. Ты не красуйся, ты рассказывай. Что рассказывать? Ну мне кажется, челезрители уже много раз знали мою историю. Потому что мы переехали из Калифорнии в Техас. Техас отличный, красивый штат. Там огромные дома, дешевые, очень красивые. Но вот этого всего вы нигде не увидите, кроме как здесь. Я много путешествую. А пахнет как, слушай? Пахнет безумно просто, если можно было бы передать. То есть, понимаешь, почему люди платят эти деньги? Пошли к косатке. Пойдемте. Так. В общем, я серьезно говорю. Я честно вам признаюсь, что нигде вы не можете найти такой природы. Слушай, а скажи такую вещь. Вот в Техасе зарплаты поменьше у людей. Да, но бензин стал 3 доллара за разу опять. Хорошо. Итак, зарплаты у них поменьше. А вот в целом уровень жизни, как они? Может быть, у них все дешево, а они на эти деньги хорошо живут? Нет, не все дешево. Вот бензин подорожал до 3 долларов за последние два месяца. А здесь я в Коско сегодня заправлялась 3,35. 35 центов разница, что это. Так. Значит, второй вопрос. Многие фрукты дороже, чем в Калифорнии. Я думаю, что здесь они растут местно. Ну, конечно. Или везут с Мексики, что ближе тоже. У нас в Техасе многие фрукты намного дороже. Магазины уровень намного слабее, хотя больше сетей разных, ну, различных. Хорошо. Вот северный Даллас, вот это вот Плана, где ты живешь. Плана. Что за народ там, вот эта айтишная среда? Это как у нас в Кремниевой долине такой замес международный или кто там? Или ковбои переучились на Киеве? У нас, как сказать, мне кажется, что у нас, ладно, разное, да, население. Я думаю, у нас где-то 75% это белое население, которые половина ковбои, половина не ковбои. Ну, в общем, они белые американцы, такие республиканцы. Так. Ну, и остальные вот смешанные уже и айти, и, ну, много китайцев. В айти, вот ты работаешь в айти-компании. Да. Там кто работает? Ну, я работаю в китайской компании. У нас в основном китайцы. А, ну, вот в таком, где инжиниринг, software engineering, русские и индусы. То есть русских тоже есть? Да. Да. У нас весь QA, кроме начальницы, русские. Так. Весь. Это наши... Здесь в Калифорнии три человека и там два. Наши выпускники имеются? Все. Игорь Кошет, который недавно... Я помню, спрашивала у тебя, ему в обед сколько, 65 лет уже? Так. И Наташа, которая была, по-моему, во второй группе, когда ты открыл школу. Да. Наташа Примака. Да, конечно. Она работает вместе со мной. О, слушай, привет, передавай. Хорошо, передам. Ладно. Хорошо. Вот, друзья. Свечки и русские, а девелоперы почти все индусы. Хорошо. Им тоже привет. Да. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...